Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас вторая встреча по технике для кухни, для быта, для дома. И если вы помните, то мы вот с Виктором, директором компании, нашим коллегой, партнером и, собственно говоря, поставщиком оборудования, мы проводили уже одну передачу. Вы ее наверняка видели, помните. И вот сегодня мы будем говорить о другой технике. В прошлом мы говорили подробно о соковыжималках, хотели поговорить и о разной другой технике, но поскольку нельзя, как говорится, прерывать мысли интересные, тем более важные, и такой был у нас действительно диалог, в котором, я думаю, теперь каждый человек сможет для себя составить представление и понять, какой лично ему нужен или какие ему нужны соковыжималки для тех или иных целей, ну, получилось подробно, достаточно длинно, но я считаю прям ни одного лишнего слова. Ну, а сегодня мы поговорим о, значит, блендерах. И тут я как бы на правах, так сказать, так вот, ведущего, что называется, скажу, что я сам, в общем-то, под блендерами понимал, ну, в общем-то, не все то, что можно прям так напрямую назвать блендерами, хотя будем пользоваться, конечно, формулировками, привычными нам, но тем не менее, подскажем нашим зрителям, я от себя скажу, а вы уже тогда поправите, что блендер, конечно, делится на профессиональные, ну, вот, скажем, у меня блендер, мой старый, профессиональный, да, это Vitamix, ну, там одна из моделей, это такая серьезная, я считаю, фирма, ну, вы как раз расскажете и свое мнение выскажете, есть ли какие-то аналоги, потому что все-таки Vitamix это дорогая фирма, и не каждый может купить, хотя, конечно, я считаю, что это, ну, очень хорошая техника. Вот, потом делится на, значит, такие как бы индивидуальные, то есть маленькие мини-блендеры, которые так называемые порционные, или если вот мы тоже в свое время в Германии заказывали, покупали, не помню какую фирму, для того, чтобы, например, вот неудобно в большом делать семена, скажем, подсолнуха разбить, ну, скажем, с ВКМ, да, вот такой вот, например, как вариант рецепт, а тут это прям раз-два и готово, удобно, быстро помыл, маленький порционный стаканчик, ну, в общем, просто сказка. Вот, и делится на что еще? На, значит, блендеры, такие, которые, как бы сказать, больше можно назвать такими дробилками, или, скажем, измельчителями. Вот, у них свои функции, ну, об этом лучше вы расскажете профессионально. Ну, и я, наверное, тогда передаю слово. Пожалуйста, Виктор, слушаем вас. Что вы можете сказать о данной вот теме, из чего правильнее начать? Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, Юрий Андреевич. Я, в принципе, повторюсь только более коротко о том, какие бывают блендеры, которые мы привыкли назвать блендерами. Значит, есть обычные бытовые блендеры, которые мы видим в магазинах. Стоят они недорого, и они достаточно ограничены в своем ресурсе. Это обычно не более 7-8 часов работы по двигателю без остановки. И это один год гарантия. Обычно это делает Китай. Эти блендеры достаточно ограничены. На них практически невозможно получить мелкую фракцию, мелкодисперсное измельчение. Например, сделать зеленый коктейль. Будет всегда на языке чувствоваться катышки, камушки, кусочки продукта. И функцию он свою измельчителя выполнит, но не как блендера. Чем же отличаются обычные блендеры от профессиональных блендеров? Это все-таки первое. Технические характеристики. Это мощность, это строение ножей, строение чаши и материалы. Что такое миксер-измельчитель? Тоже люди его называют блендером, но это абсолютно не блендер. Это совершенно другой аппарат, имеющий абсолютно другое строение ножа. У него длинные ножи, расположенные в низкой части. Они не поднимаются, не задираются вверх. Они должны быть именно в широкой чаше, в форме ведра, никак не в форме воронки, для того, чтобы с боков продукт свалился в середину. И у них меньше значительного количества оборотов. Если профессиональные блендеры, например, это 30 тысяч оборотов, в среднем плюс-минус 5 тысяч, то миксер-измельчители от 5 до 15 тысяч оборотов. Мощность, соответственно, профессиональных блендеров это 2000 ватт, 1600 начинаются, более слабенькие, и 2400 ватт в максимум, который выдерживает бытовая розетка, и больше просто нет смысла делать, иначе придется включать розетку на 380 ватт, чтобы не сгорел провод. Ну и, соответственно, нет смысла. Да, да, да? Ну, вольт, я говорю, да, да. Да, 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 извините, спасибо, что поправили. Так вот, и миксеры-измельчители, они могут выполнять функцию блендера, но, опять же, не так, как это сделать профессионально. Я сейчас подробнее расскажу. Сначала просто кратко прибегусь по трем типам. Еще раз, профессиональные блендеры, миксеры-измельчители и персональные мини-блендеры. Не путать профессиональные и персональные. Чем же кратко отличается персональный мини-блендер? Вы правильно сказали, что удобство эксплуатации, очень маленький размер, можно транспортировать с собой, весят они там буквально 500 грамм, способны делать измельчение, но, опять же, конечно, не супер мелкое, и очень в ограниченных объемах. То есть, максимум 200 грамм продукта, иногда и меньше. И этот 200 грамм, она будет измельчать в течение 30 секунд, минуты-двух, в зависимости от того, что продукты не должны быть жесткие, потому что во всех персональных мини-блендерах всего 200 ватт мощности двигателя и где-то 500-700 оборотов в минуту кручения ножей. Так вот, зачем нужно покупать профессиональный блендер, если вы, например, на сыроедении или на вегетарианстве? В первую очередь, профессиональные блендеры разрабатываются для самой сложной процедуры. Это измельчение получения зеленых коктейлей, измельчение трав, измельчение хвои, измельчение даже, был у нас опыт работы с Йомазай, знаете, и измельчали кору деревьев, и она прекрасно на профессиональном блендере измельчается, выделяет все ферменты, смешивается с водой, потом через фильтр или маргом, и можно пить, в принципе, все, что угодно, даже, грубо говоря, деревья. Это профессиональный блендер, у него есть большой плюс, это высокая мощность и очень высокие обороты ножей. Но есть и минусы. Минус заключается в том, что, первое, мыть стакан не так удобно и не так быстро, как это можно сделать с миксером-измельчителем либо с персональным блендером. Кого-то это не пугает, кому-то это важно. Дальше. Профессиональный блендер, он обычно очень дорого стоит. Хорошие профессиональные блендеры, они стоят от 26-7 тысяч до 60-70 в условиях настоящего доллара, который сейчас равен 71 рублю. Есть и дороже. Например, в Item Mix, я, извиняюсь, что перебью, есть модели, 3-5 тысяч долларов там есть, стоят. И такие. Вы сейчас говорите о коммерческих моделях, а я все-таки фокусируюсь на бытовых. Коммерческая модель от бытовой отличается тем, что имеет более высокую долговечность. У них двигатели на самом деле те же самые используются, как и в бытовых, но они проходят дополнительные тесты на заводе. Это раз. И во-вторых, они комплектуются дополнительными стаканами, например, для того, чтобы можно было либо увеличить срок эксплуатации стакана, потому что он все равно ограничен в 3-4 года примерно. Невозможно одними ножами больше 3-4 лет на профессиональной кухне, ресторане работать без остановки. Ну, невозможно. Они просто сотрутся со временем. И подшипники тоже, они не вечные. А если у вас, например, двигатель рассчитан минимум на 7-8 лет при загрузке на час в день, то, конечно же, вам нужно иметь как минимум 2 стакана. Тогда у вас будет общий ресурс 8 лет и стаканов, и двигателя. Так вот, возвращаясь к профессиональным блендерам, скажу о их минусах, которые я для себя заметил, о которых я всегда рассказываю клиентам, и хочу, чтобы ваши клиенты тоже знали. Если люди будут использовать в профессиональном блендере семена измельчать, которые, конечно, можно измельчать в них, но если эти семена содержат больше 25% масла в себе, то есть это маслянистые семена, то произойдет следующее. От высокой мощности и высоких оборотов семена выдавят из себя масло, и все это добро, измельчившись не до конца, залипнет на стенках. И это будет с любым профессиональным блендером, у которого, первое, высокая мощность, второе, специализированный стакан для смешивания не квадраты, а квадраты, они похуже смешивают, потому что в углах остается продукт неперемешанный, а цилиндрические формы, которые имеют аппараты. И третье, это аппараты, у которых острые ножи, потому что есть профессиональные блендеры, которые хотят сделать максимально универсальными и делают тупые ножи, так называемые тупые ножи. Я не очень за эту технологию, потому что эти тупые ножи, с одной стороны, могут получше измельчить тот же самый орехи, то есть меньше выделить масла, меньше сделать залипание, хотя все равно это произойдет. И при этом намного хуже тупые ножи будут измельчать продукт для того, чтобы получить однородную фракцию. То есть, опять же, блендеры с тупыми ножами я не буду советовать профессиональные блендеры. И Корея, например, такие блендеры не производит. Даже Америка такие не производит. Это только Китай делает, потому что, первое, более универсальное для большей широты аудитории. Во-вторых, тупой нож произвести намного дешевле, чем сверхострый. Итак, я предлагаю вам, Андрей, Юрий Андреевич, извините, вам обозначить первые модели, которые мы бы уже конкретно могли рассказать, из того, что можно посоветовать людям точно. Давайте скажем так. То есть, вот в двух словах мы поговорили о том, для каких целей те или иные блендеры используют. Но, в принципе, лучше давайте перейдем на конкретные модели, из чего начнем, я скажу. Давайте мы еще раз, вернее так, подытожим. Правда, вы не сказали еще про третью категорию. Так, хотя бы в двух словах для начала. Про вот эти модели, блендеры. Телефональные. Да. То есть, буквально в двух словах подытожить у каждой группы, для каких целей. То есть, зачем человеку это, в принципе, надо в быту, скажем так. Миксер, сначала вторую тогда категорию, тоже кратко. Миксеры-измельчители я бы советовал людям, которые активно работают с дегидраторами. С дегидраторами. Все понятно. Об этом я открою позже тему. И которые миксеры также можно будет использовать как блендеры, но не требуя от них особо сильного измельчения. То есть, зеленый коктейль можно сделать, но он будет с мелкими фракциями, которые, возможно, будет не так приятно пить, как после профессионального измельчения на профессиональном блендере. И миксеры-измельчители я бы посоветовал тем, кто чаще работает с сухими продуктами. В первую очередь с сухими, а в вторую очередь с жидкими, но с большими объемами. Потому что стакан профессионального блендера это обычно 1,7-1,9 литра. У миксера-измельчителя это 3-3,5 литра. У персональных блендеров стаканы обычно объемом от 150-200 грамм до 350. То есть, это только на себя одного сделал, промыл, забыл. Ну да. Вот переходим к мини-блендерам, тоже кратко. Зачем бы я их посоветовал покупать? Ну, опыт подсказывает, что в первую очередь у нас это покупают домохозяйки с маленькими детьми. В первую очередь. Это самая незаменимая вещь для прикормки ребенка любыми продуктами. Я не буду спорить, кто готовит мясо прикормками, кто готовит фруктовые каши, что-то, вареные овощи. Но измельчать для ребенка на персональном мини-блендере любой продукт это одно удовольствие, потому что объем маленький, делает маленький объем очень быстро. Мыть это буквально 15 секунд. Ну да. И нет опасности, что вы повредите руки сверхострыми мощными ножами, как в персональном блендере. Потому что в маленьких блендерах там не используется заточка ножа. То есть там есть заточка, но она не сверхострая, и там нет сверхпрочного материала, который в неправильном движении пустит кровь своему обладателю. Ну, понятно. Персональные блендеры – это маленькие дети, раз. Персональные блендеры – это очень быстрая мойка, два. То есть время, потраченное на эксплуатацию, намного сокращается тем, кто экономит свое время. И персональные блендеры – это походы, это переезды, это командировки, то есть то, куда можно взять с собой, абсолютно не замечая, что вы с собой, с бытовой техникой своей катаетесь. Ну и просто, наверное, малые объемы определенных разных видов порций, если человеку надо что-то быстро сделать, взять с собой прямо в стаканчиках, и оттуда есть, как говорится, там удобно. Да, да, это уже, так скажем, частный случай. Я его так сильно бы не выделял, но да, конечно, это очень удобно. У них каждый стакан закрывается. Ну вот мой знакомый, скажем, прям вот их оценивает для себя, хотя у него любые блендеры, там много видов, и профессиональные, и очень дорогие, промышленные такие. И вот он лично для себя прям имеет несколько маленьких, с несколькими стаканчиками, и он просто всё, вот едет с детьми куда или это, наделал разные вещи, так сказать себе, какие он там, например, там живое какао, там с чем-то, с льняной кашей что-то в одном, в другом, там третье, пятое, и всё, и на весь день там поехал. То есть это, в принципе, тоже имеет место быть. Почему нет? Да, и стаканчики там в виде стаканчиков, с крышками большими, с расширением, то есть можно кушать ложкой, можно пить. Есть даже специальные крышечки с дырочками, чтобы можно было пить за рулём. Всё это уже давно продумано для людей. Да, да, всё правильно. Ну отлично. Тогда, в общем, теперь что? Давайте перейдём непосредственно к нашему каталогу. Давайте посмотрим, что у нас есть. Дорогие друзья, если вы зайдёте на мой сайт nadgard.com, продукты от Фролова, вы найдёте такой раздел «Техника для кухни». Слева, вернее, справа от раздела «Каталог». И, соответственно, зайдя туда, увидите раздел «Блендеры», зайдёте на него, увидите три подраздела. Собственно, мы о них сейчас как раз кратко рассказали. Давайте войдём в первый подраздел, тогда в персональные мини-блендеры и посмотрим, что бы мы могли посоветовать, порекомендовать. Ну и, собственно, поподробнее о них уже можно будет рассказать. Да, давайте. У меня перед глазами этот раздел. Персональные блендеры я бы порекомендовал компании «Трайбест». Хотя я пробовал абсолютно все корейские бренды, Европа персональных блендеров не делает, Америка тоже. Это делает Китай и Южная Корея только. Соответственно, китайское качество подразумевает очень короткое время эксплуатации, потому что чем меньше прибор, тем меньше его время жизни. То же, как и двигатель автомобиля, чем больше объём, тем больше ресурс. И здесь очень простой выбор будет для наших с вами пользователей. Это «Трайбест» модель PB, а дальше вы видите номера 150, 250, 250 XL, 350, 350 XL. Чем это отличается? Абсолютно ничем по двигателю и корпусу аппарата. Но комплектации у них разные. То есть, если человеку нужна стандартная комплектация с одним типом ножа и двумя стаканчиками, он берёт PB-150. Если ему нужна чуть расширенная комплектация с двумя видами ножей, я сейчас объясню, в чём разница, и тремя, извините, с четырьмя стаканчиками, то он берёт модель 250, PB-250. Ну, разница по деньгам совсем, в общем-то, небольшая и, в принципе, логичная. Думаю, взять уж тогда 250. Чаще всего берут PB-250. Давайте остановимся на секундочку на ножах. Ножи используются в этих аппаратах с четырьмя лезвиями. И стандартный нос с четырьмя лезвиями. Я сейчас его даже покажу. Два из них завёрнуты вверх, два завёрнуты вниз. Соответственно, более мелкое измельчение с жидкими продуктами используется для этого ножа. То есть, этот нож подходит для работы с жидким продуктом. Жидким и полужидким. Второй нож, который начинается с модели 250, и во всех остальных тоже присутствует, он имеет только два лезвия, и они расположены именно по низу. А вверх не загибаются, как на основном ноже. Соответственно, так же, как и я рассказывал про миксер-измельчители, это используется для того, чтобы измельчать сухие продукты. То есть, это, грубо говоря, кофемолка. Вот и всё. Кофемолка. Да, да, понятно. Но, открою тайну вам, я обычно работаю на этом ноже, мне его хватает даже для сухих продуктов. Он имеет нижний загиб, просто мне просто не нравится менять туда-сюда. Кто-то хочет быстрее измельчить сухой продукт, мне там на 10 секунд дольше поработать ничего. Ну, а какие, например, сухие продукты, Виктор, вы могли бы... Чаще всего, да. Очень-очень люблю измельчать все виды орехов, которые при измельчении на мини-блендере персональном не вытеляют масло, и, соответственно, измельчаются до мукообразного порошочка. Хотя, конечно, это не мука, как из магазина, но использовать её, да, использовать её для присыпок, еды, добавления в коктейли или в дегидраторы очень удобно. Но делает она этого чуть-чуть совсем, да. То есть, если вы берёте орехи, вам нужно всего 100 грамм орехов для того, чтобы... Или даже меньше, около 50 грамм, чтобы блендер нормально за полминуты превратил это в песочек. Так, а если, например, ореховое молочко, то есть, ну, допустим, намоченный, замоченный накануне орех, уже разбухший и, предположим, с водой, то на таком же режиме или лучше 4 ножа, которые использовать насадку? Я бы не мог посоветовать мини-блендер для орехового молока. Конечно, можно это сделать, но, сами понимаете, обороты и количество оборотов, и мощность двигателя не даст разбить... Ну, будет с крупками, да, будет просто с крупочками такими, как бы. Просто КПД, так скажем, по выводу жирности из молока будет значительно меньше, чем, например, на профессиональном блендере, ну, раза так в 3. Понятно, понятно. Ну, хорошо. То есть, вы больше оставите жира и масла и всех веществ минеральных в самой мякоти, когда перельёте эту жидкость, да, вы получите коктейль, он будет приятный, вкусный, но если вы его будете отжимать, заливая в специальный мешочек для орехового молока, который фильтрует жмых и оставляет, то вот в этом жмыхе останется в 3 раза больше добра, чем после профессионального блендера. Нет, это понятно. Я к тому, что не все люди, то есть, некоторым нравится как раз вот и вполне допускают скрупинки. Можно быстро. Да, быстренько сделать и выпить. То есть, без фильтрации. Здесь тогда вопросов нет, да, можно так делать, но опять же будет фракция встречаться, которая иногда надо пить аккуратно, чтобы не попала в горло вдыхательной. Ну, понятно, понятно. Так, ну а так, для каких... Потому что это не фракциональный блендер. Ну, это естественно. Ну, а для каких ещё сухих обычно люди используют или вы лично, может быть, продуктов? Если я готовлю что-то очень мало, например, только для себя одного, я могу лён использовать на мини-блендере, он тоже прекрасно измельчается. То есть, это не только орехи, это все виды семян, в том числе маслосодержащих. Я могу использовать тмин, лён, мак, там... Кунжут. Кунжут белый-чёрный. Ту же самую пшеницу, овёс, можно замоченную. Вот смотрите, есть такое у меня любимое летнее блюдо. Это замоченный гвозрелый овёс и свежая малина. Вот просто космическая каша, которая и живая будет при этом, и измельчаться будет мгновенно, потому что продукт, он не твёрдый, и блендеру будет очень легко это всё измельчать. Ну, то есть, это вы тоже делаете на мини-блендерах именно вот такое. Это можно сделать, да, да, потому что, смотрите, если вы это пьёте, предупреждеваете, что оно должно быть измельчено чуть-чуть, для того, чтобы просто попало вам в рот, вы ещё могли пожевать немножко, то мини-блендер отлично подойдёт. Также он, кстати, измельчает лёд. То есть, можно делать какие-то коктейли с фруктами. Ну да, да, да. И с ягодами. А если вам нужно так, чтобы у вас измельчение было супер мощным, и фракция абсолютно не чувствовалась, то всё-таки это уже надо задумываться, заглядываться на профессиональные аппараты. Понятно. Но начинают люди чаще всего вот именно с этих мини-блендеров. Так, скажите, а вот если мы говорим о модели подороже, которые стоят 9600, то есть 250XL, допустим, что вы можете о ней сказать? Ну и уже о следующей модели. Здесь нет никакой разницы по работе. Здесь разница в дополнительных стаканах и крышечках, которые идут в комплект. Значит, модели XL содержат стеклянные баночки известного, так скажем, американского бренда Barrel, да? Именно стеклянные баночки? Именно стеклянные. Как они называются? Mason. Mason? Mason. Как? Банки Mason. Банки Mason. Банки Mason, вот мне подсказывают коллеги. Съёмка идёт в офисе в процессе работы. Да, кстати, вот надо было сказать, что, уважаемые наши зрители, вы уж не судите строго, а запись рабочая. Мы сейчас записываем это в рабочее время, и я очень занят, у меня там уже 11 писем набежало за несколько минут только разговоры и куча других дел. И, соответственно, у Виктора тоже там сидят люди, работают рядом, и производственный процесс идёт. Так что, вот, как говорится, с боевых этих идёт у нас вещание. Так, ладно, допустим. То есть, там действительно это вот как для моего товарища, как раз хорошо, который там имеет несколько детей, всё время там что-то в банке складывает, там перемалывает и едет с запасом, так сказать, продукции, уже готовой для использования куда-то. То есть, вот ему удобно, потому что баночек разных много, ну, крышечек и так далее. Так, а вот если мы говорим о модели PB350, то есть, которая стоит вот 8800, она вроде там подешевле, чем 9600, в чём разница? У неё просто чуть поменьше более объёмных больших баночек. И это всё можно увидеть на фотографиях и в описании к товару. Здесь люди должны выбрать сами, что ему нужно. Если у него большая семья и куча детей, которым каждому нужно сделать эту баночку, он приобретает максимальную модель и, я думаю, что хватит на семью из пяти человек. Даже каждому взять с собой. Да. Если PB350 XL, вот которая самая дорогая, скажем так, 10500 стоит. Вот там я смотрю, начиная от 235 до 680 миллилитров банки идут, их там аж 6 штук. Вот, то есть... Они и стеклянные, и кружка стеклянная с ручкой, и большие стаканы есть, так скажем, величиного объёма. Ага. Это нужно только, если он понимает, что у него более большой объём пищи за один раз, например, да, либо для того, чтобы больше людей могли использовать один и тот же аппарат с утра, там, или днём, или вечером, куда-то это уносить, либо делать заготовки. Среды, например, по себе сужу. В своё время я делал прямо плановые заготовки еды себе, вот не как на зиму, а вот прямо так с вечера замачиваешь несколько видов злаковых, замачиваешь орехи, а утром ты это всё наготавливаешь вот на мини-блендере и по стеклянным баночкам запрячиваешь в холодильник. А потом в течение дня очень удобно в определённое время, когда ты проголодался, либо по расписанию, в зависимости от там, был режим тренировок или нет, ты просто выпиваешь или съедаешь определённую баночку и не тратишь время на какую-то подготовку, готовку, просто приём пищи быстрый, лёгкий, удобный, приятный, и дальше живёшь свою жизнь. Вот, совершенно верно. Хотел тут добавить, что как раз, допустим, или напротив, человек едет, собирается на работу на целый день или куда ещё, а у него есть определённый режим, приём там препаратов каких-то, да, там, может быть, у него лечебные, да, идёт лечение какими-то там травами, грибами, не знаю, в общем, неважно, препаратами. И он, у него приём до еды, до еды, там, 3-4 раза в день. Ну, соответственно, он просто берёт то, что можно, то, что нужно, себе сразу заготавливает, и у него уже в сумочке там всё лежит, он не думает и не теряет время на это, и, как говорится, всё под рукой. Ну, в общем, это очень удобно. Лично я, скажем, для себя, ну, у меня есть два таких тоже блендера, ну, не таких, там, другие немного, но неважно. Я вот лично бы выбрал вот это за 10500, из-за того, что действительно лишним не будет вот это количество разных баночек удобных на все случаи жизни, мы не можем предусмотреть, что завтра, а зато завтра можем порадоваться, что как хорошо под рукой оказалось именно то, что по моему нынешнему тому случаю это как раз самое удобное может оказаться. Ну, если, конечно, есть лишние, там, вот эти две, там, две с половиной тысячи рублей. Ну, в принципе, здесь, конечно, человек решит сам, но я вот выбрал бы такой. Так, ясно, отлично. Ещё один момент, Юрий Андреевич, я хотел, чтобы закрыть эту категорию, сообщить, что эти блендеры производятся в Южной Корее под брендом, американским брендом Tribus, которых есть собственный завод Южной Кореи, и на них распространяется год гарантии, в том числе на все виды стаканов, ножей и на сам двигатель. Мы поставляем их больше трёх лет, и вот за эти три года ни одного двигателя из строя не вышло. Мы меняли ножи, когда там два года постоянной эксплуатации, даже бесплатно меняли, потому что они у нас приходят по заводу от производителя в сервис-центр, а сервис-центр их не используют, поэтому, в принципе, мы даже через два-три года можем поменять нож бесплатно, а вот двигатели ни разу не подводили, то есть лежат запчасти, забирай не надо. Очень надёжный аппарат, несмотря на то, что он маленький. Великолепно. Ну, а чего ещё нужно? Недорого, удобно и, в общем-то… И быстро. И быстро, да. Эффективно. Прекрасно. Такой блендер в любом случае должен быть в хозяйстве, тем более для людей, если вот человек там применяет какие-то суперфуды, которые нужно быстро смешать с чем-то там, ну и всё, что мы говорили, перечислять уже не будем. Вот, то есть, да, тем более для веганов, сыроедов там, да и вообще для людей, кто стремится просто к здоровому образу жизни и, по крайней мере, пытается увеличить, скажем, в рационе своего питания здоровые компоненты различные питания, будь то проростки, будь то там и так далее. Так, отлично. Ну, давайте тогда спокойной душой чего ещё советовать, зачем? Я вообще считаю, что вот, когда вот этот огромный ассортимент, когда десятки видов, вот мне лично, например, становится просто противно, жутко там, страшно. Потому что, да, потому что, ну, слушайте, в жизни так, столько дела ещё думать тут. Я говорю, ну, товарищи, в своё время говорил, блин, ну, сделайте там два варианта, например, ну, три, там, например, вот из хороших, качественных, подешевле, подороже, там, с большим ассортиментом наборов всяких там примочек, как говорится, и самый там какой-нибудь, и люди выберут, и не надо там вот эти десятки фирм, но я понимаю, что, ну, зачем это надо? Человек всё равно купит, да ещё поблагодарит за то, что избавили его от ненужного там задумий, значит, вопросов там и так далее. Всё, здесь понятно. Действительно, объективно гарантии отличные, показали себя с практической точки зрения прекрасно, дёшево и удобно, и всё. Всё, закрыли этот вопрос. Теперь давайте перейдём к следующему разделу. Это уже будут у нас блендеры. Ну, давайте возьмём профессиональные, а напоследок оставим третью категорию. Давайте поговорим о профессиональных. Вот я тут сразу хочу сказать, что на ум приходит, ну, мне лично, вот, Вайта Микс, да? Вайта Микс вот как бы является таким эталоном, это лучший, профессиональный, там, по многим причинам, там, ролики множатся, люди, наверное, многие видели, но, по крайней мере, вплоть до того, что чуть ли не там какие-то были ролики, когда гвозди кидают там повара в этот блендер, и он там измельчает стружку. Да, то есть, это как бы вообще там вот верх надёжности, долговечности, качество ножей, там, да, там и прочее, и прочее. Вот если можно, ваше мнение на тему Вайта Миксов, ну, и потом перейдём уже к нашим, как говорится, блендерам профессиональным, что мы рекомендуем людям, и почему именно это всё-таки, да? Ну, давайте тогда я вам слово передам. Пожалуйста, Виктор. С Витамиксами, в принципе, вы во многом правы, они самые известные, но я бы не делал на них панацея, потому что Витамикс хороший, известный американский блендер с очень качественным изготовлением, но, во-первых, с нереально негуманной ценой, которую сейчас себе люди не могут позволить в условиях нашего российского кризиса, и даже если могут позволить покупку бытового, даже не коммерческого, а бытового блендера за 60-70 тысяч за один аппарат с одним стаканом. Ну, что сказать, долговечность, да, они очень качественные, инноваторы, удобство эксплуатации у них хорошее, у них выпускается в максимальное количество моделей, можно запутаться, заблудиться просто, там около 20 моделей, по сути, имеющих один и тот же двигатель, там два типа двигателей всего у них, на 1600 и на 2000 ватт основные. Я всегда стремился к тому, чтобы меньше заплатить и больше получить. И здесь к нам приходит на помощь Южная Корея, которая предлагает компания Lequip, которая занимается разработкой профессиональных блендеров уже, по-моему, около 12 лет. И эта компания, она не просто специализируется, она, эти блендеры не производит в массовом порядке кучу моделей для коммерческой составляющей, а она делает одну модель и доводит ее до ума в течение 5-7 лет. То есть, каждые полгода, год идет обновление этой же модели. И модель становится лучше, она называется там по-другому, добавляется ей какая-то буковка, либо меняется в названии. И каждый раз мы видим какие-то обновления. Ну, я могу взять отдельно, например, модель Lequip LB32HP и рассказать, что у нее, например, модернизировано за последние полтора-два года. Изменился тип ножей. Поставщик ножей Япония. Японцы делают ножи, только вот ножевой блок, который имеет защиту с двух сторон и подшипники. Причем, опять же, не китайские, а японские. Он работает почти бесшумно, даже на 30 тысяч оборотах заявленных. Но при этом он изменил форму и прошлые стаканы, которые делаются в Южной Корее, производятся из тритана, такого материала сверхпрочного о нем. Можно посмотреть ролики в интернете, очень много статей, что такое тритан, чем он отличается от обычного пластика, БС, пластика, полимеров. Ну, во-первых, он разрешен на пищевое, во-вторых, он сверхпрочный. Его даже автомобиль, если наедет, ему ничего не будет, если по нему ударить, уронить, как угодно. Тритан – это вечный пластик, при этом химически полностью безвредный для работы с продуктами. Вот, кстати, это очень важно, поскольку действительно все понимают, что если в блендере что-то не совсем мягкое, то удары по идут пластику и все равно микроцарапинки это показатель того, что что-то, то есть молекулы вещества, а в данном случае пластика, попадают в продукты, и мы это едим. То есть, чем прочнее материал, который как можно, скажем там, меньше выделяет себя самого в продукты, это как бы лучше априори. Ну, не буду забегать вперед и говорить о том, что вы меня вот так приятно удивили насчет третьей категории наших блендеров, уже таких измельчителей, но это мы поговорим позже. А пока мы говорим о вот этом новом материале, и это уже прекрасно, что касается то, что он, ну, пищевой плюс к тому, это понятно, иначе бы, так сказать, да, естественно, не делали бы из него. Вот. Ну, хорошо, значит, что еще можно сказать? А вот если сравнить, допустим, с бытовым вайтомиксом, то, ну, если мы не берем там вайтомиксовскую супер, там, особую, там, прочность, долговечность, то, в принципе, что, ну, японские ножи, там, опять-таки, они что, значит? Да, я готов сравнить, если вы позволите. Есть очень показательный блендер, точнее, извините, очень показательное видео, оно так и называется, сравнение Ликуип и Витамикс, где мужчина в Америке на выставке показывает, в чем очень явное отличие, разница. У Ликуип ножи острые, и они завернуты, их, во-первых, 8 лезвий, и они завернуты и вверх, и вниз, и посередине. Посередине надо для того, чтобы измельчалось хорошо сухой продукт. Вверх для того, чтобы создавалась воронка... Засасывающая. Да, с жидкими продуктами. А вниз для того, чтобы дергать снизу продукт, который застаивается, и он там ни в коем случае не оставался. Не создавал как бы пробку вот эту, при котором заклинивает мотор. Да. Да. У Витамиксов все стаканы, они квадратные, как и у большинства других профессиональных, полупрофессиональных блендеров. Ликуип использует цилиндрический круглый стакан, то есть воронкообразный такой. Это на ролике мужчина берет яблоко и кидает его, значит, в блендер. И в Витамикс, и в Ликуип. Одинаковое яблоко на видео, прямо вот при журналистах, на камерах, много народу. И включает оба блендера. Ликуип яблоко разносит в дребезги, а Витамикс просто крутит ножи. Яблоко стоит сверху, потому что у модели, у всех моделей, как Витамиксов, так, кстати, есть известная американская бренд Блендтек, у них ножи не смотрят вверх. И, соответственно, нужно нарезать немножко продукт, если вы его кладете в блендер без жидкости. То есть, если вы хотите сделать яблоко, например, бананы, апельсин, вот такой себе коктейль, чтобы апельсин вам сдал жидкость, яблоко дало витамины определенные с железом, а банан дал вязкость какую-то. И у вас не получится это сделать, потому что придется нарезать продукт, чтобы он попал под нож. У Ликуипа нарезать продукт не надо, вы можете целое огромное яблоко кинуть туда, и оно 100% измельчится без добавления жидкости. Это огромное различие. То есть, тип ножей готов для работы с продуктами без жидкости и без предварительного измельчения. Ну, это великолепно, потому что я, на самом деле, тоже постоянно сталкивался с витамиксами, что вот соусы свои мы делаем, скажем, там есть и вязкость, там есть и достаточно разные ингредиенты. И действительно, то надо приходится жижи разводить и сначала лить жидкость, чтобы не загустела и не забила внизу, и мотор не остановился, не заклинило, чтобы воронка могла создаваться, хоть как-то проваливаться верхние там слои. Ну, в общем, мучиться, там приходится заниматься эквилибристикой, просто на уровне инстинктов и чувств. То есть, это уже не каждый человек может сделать, подгадать там, как это. Ну, то есть, это просто вот талант надо иметь. И поэтому я скажу, что уже давно, ну так, время, когда подумаешь на эту тему, думаешь, ага, надо обновить, нужно сделать что-то более объёмное, больше, вот чтобы удобнее было, максимально лучше, измельчало, быстрее. Естественно, если мы говорим уже лезвие вверх, там, в центре и вниз, то тут мы говорим, во-первых, при равном количестве витков, оборотов, уже идёт лучшее измельчение, даже только из-за количества ножей, даже просто. Да, да. И вы не забывайте ещё о таком моменте, что количество ножей, оно уже идёт, имеется сопротивление воздуха, и чем больше количество ножей, тем меньше оборотов. Но при этом количество оборотов у Ликуип заявлено, это 30 тысяч. Мы замеряли сами в своих офисах, это 27 тысяч реально. Этот замер, он производится изначально без ножей с вала двигателя. Ага. А когда одеваешь ножи, оно уменьшается. Конечно. Поэтому, чем, как бы, больше ножей, тем меньше оборотов, но здесь соблюдены все, все абсолютно характеристики. И ещё один момент. У Витамиксов нет двигателя на 2400 ватт, а у Ликуипа самый мощный двигатель, который существует в бытовом секторе на 220 ватт. Великолепно. То есть, кстати, а что вот эта модель, которая стоит 27500 LB32HP, она как раз тоже имеет двигатель на 2400 ватт? Да, да. Абсолютно верно. Но я маленький секрет открою. Я бы посоветовал обратить внимание на модель HC. ЛБ32HC. Почему? Это, по сути, такой же абсолютно блендер. Но он имеет второй стакан. Тогда 100% он. И почему он называется HC? Си – это первая буква от слова коммерческого, от слова коммерческий с английского. И это обозначает, что эта модель именно для ресторанов, кафе, баров, разрабатывается. В чём между ними разница HC и HP? Во-первых, это дополнительный стакан, который отдельно стоит около 7-8 тысяч рублей. Стакан для Витамикса, к примеру, приведу, стоит от 22 тысяч рублей. Ну, то есть, как блендер это целиком можно сказать. Да, да. А здесь второй стакан идёт в подарок. Ну, опять же, это не в подарок, это в производственных целях. Он идёт в комплексе с толкателем, которым практически никогда не придётся пользоваться из-за воронкообразности. Я уже это объяснял. Он идёт в комплекте с специальными щипцами безопасными, которые вытаскивают, очень удобно вытаскивают лезвие, если вы захотите помыть. Это не надо делать каждый раз. Это можно делать раз в месяц или раз в полгода для дополнительной сверх качественной чистки. Кстати, я извиняюсь, тут ещё очень важный момент, а то забуду и, может быть, вы это не скажете. Что касается такого, как я вижу, строения ножей, то есть, вот такой ёжик некий, да? Да, да, да. Я скажу так, что при мытье, вот просто мне кажется, это вот просто там достаточно его налить тёплой водой, включить. Абсолютно верно. Вот и всё. Вы как будто пользовались. Это очень важный момент. Ну, потому что, да, вижу это, так сказать. Даже в инструкции по эксплуатации написано ровно то же самое. Для мойки двигателя блендера после использования, если вы моете сразу, то есть, не дали засохнуть на стенках стакана продукт, а моете сразу после использования, моется он практически без рук. То есть, вы заливаете чистую воду, включаете на 20 секунд и потом сливаете воду. Потом я ещё под раковиной беру стакан и просто всполаскиваю водой. Я руками даже не лезу туда. Да, кромки помыть только, кромки останутся и как бы наружную часть, если забрызгали. Очень удобно. Это просто вот чисто, я говорю, физика и механика. Я просто неплохо, ну, как бы вообще разбираюсь. Да, да, там идёт вихрь, он идёт не только в центре, он же идёт и по стенкам и, соответственно, в квадрате это не сделать вихрь. Он будет всегда в углы, будет там с продуктом забиваться, а в круглом очень легко. Ну, слушайте, я вот скажу, то есть, осталось тогда спросить вот что. Да, какой его объём стакана вот этого каждого из них? Значит, объём стакана у них 1,7 литра и его можно загружать до верха, хотя я всё-таки советую загружать где-то на 80 процентов, чтобы давать возможность создать воронку. Кань, обязательно это так надо делать. И ещё один очень важный момент, чтобы я тоже не забыл его, это съёмные ножи. То есть, нож вытаскивается из стакана специальным ключом, который идёт в комплекте. Он тоже из тритана, этот ключ также можно использовать как мерный стаканчик. Очень мощный такой жёсткий ключ, значит, тритановый, который выкручивает по резьбе нож из стакана. То есть, ножи съёмные, их можно всегда достать, помыть, почистить отдельно, аккуратно, щёточкой. Ну, для педантов, для тех, кто очень следит за кристальной чистотой своей техники. И потом, если заменить надо, мало ли, или ещё как? Да, да, может попасть в какой-то камень, и вы, например, случайно уронили ложку или ещё что-то, там нарушили инструкцию по эксплуатации. И, конечно, зачем менять весь стакан, платить за это, как кто-то просит там, да, и другие компании, 22 тысячи рублей. Или зачем платить 7-8 тысяч за стакан ликвип, когда можно заменить нож за 3 тысячи рублей. А сейчас вообще очень, вот меня, честно говоря, страшно раздражает, такая позиция, когда надо из-за того, по разной совершенно технике, в разной бытовой, небытовой, профессиональной, вот что-то там ломается, какая-то ерунда, надо покупать какой-то грубый весь блок. То есть, это просто воскутство такое. Ну, ладно, это как бы тоже тут плюс огромный. Теперь такой момент. А вот сам двигатель, ну, мы поняли, он мощный, а это значит, как минимум, он даже больше, чем нужно мощный. То есть, значит, он будет служить достаточно очень долго, по идее, и должен работать. Ну, у него есть определенный ресурс. Это 800 часов, если мне не ошибает память. Это нигде не описывается, но это от производителей, так скажем, информация из уст в уста для поставщика была. И это значит, что работа обычная, любая работа на таком брендере составляет 30 секунд. 30, 40, 45 секунд. Ну, никто больше минуты ничего не измельчает. Там такая мощность и такие обороты, что даже если вы положите туда, покладете хвою, при этом там чуть-чуть меда, жидкость какую-то, чтобы размешать, чтобы ножи все-таки крутились. Не забывайте, это не машина для перемалывания медленного, а это все-таки высокооборотистый аппарат. Так вот, ножи должны крутиться. И хватает его, я считал, по моим подсчетам, на 25 лет, если пользоваться каждый день, 3 раза в день по 30 секунд. Это по двигателю. Понятно. И разрешите, я расскажу еще некоторые моменты по двигателям, которые мне лично въелись в голову. Да. У него нет системы термостатов. То есть, обычно двигатели перегреваются и выключаются, и тем самым защищают от сгорания. В том же в этом миксе, постоянно. Да, да. У этого аппарата абсолютно отсутствует система перегрева и система защиты от перегрева. Потому что, ну, там есть, конечно, определенные моменты, которые выйдут из строя, но они одноразовые, и они не разу никогда не работают. У них очень интересное строение двигателя. На двигателе стоит такой, на фотографиях очень можно внимательно рассмотреть, значит, стоит большой металлический вентилятор, который охлаждает двигатель на любых оборотах с должным качеством обдува. О чем это говорит? О том, что можно использовать блендер, если в нем есть хоть немножко жидкости, хотя бы там, хотя бы 100-200 грамм жидкости, который будет закрывать нож, и нож будет отводить тепло, и вентилятор снизу будет отводить тепло, который завязан на оборотах двигателя. То есть, не как отдельное устройство, а как встроенное устройство. Причем отбалансированный настолько, что нету ни дрожи, ни гуляния по столу этого блендера. Он как вкопанный стоит. Кстати, очень важный момент, потому что даже с Вайтомиксом иногда приходится держать его, прижимая сильно, чтобы он просто не вылетел. Да, да, да. Такой проблемы на этих аппаратах нет. Это известная проблема. Она заключается в разбалансировке внутренних деталей, либо ножей, либо вот этого вентилятора охлаждения, если он на двигатель цепляется, либо вала, либо подшипники расходятся там, либо стакан неправильно установлен, то есть, не в четкой пропорции. И еще один момент. Закроем сейчас по двигателю, перейдем к моменту установки стакана. Здесь очень много эксклюзивных технологий корейцы придумали из-за патентования. Ну вот первое, я уже сказал про двигателя, что он не нуждается в охлаждении абсолютно. Мы взяли у себя в офисе и протестировали. Как это так? Я не поверил. Мы тестировали 12 часов, без остановки работал двигатель. Без остановки 12 часов. Все, что нам нужно было для этого, это заливать два раза воду, потому что она выкипала. Выкипала из стакана. И от этого, переходя на секунду от двигателя чуть вперед к стакану и к высоким температурам, могу сразу заметить, этот блендер может быть использован для приготовления супов, горячих супов пюре. При этом вам не нужно варить продукты до перекладывания их в измельчитель, то есть в этот блендер, в стакан. Вы можете сделать следующее. Взять сырую томаты, сырую картошку или брокколи, цветную капусту. Да, те овощи, фрукты, которые вы хотите в полусыром состоянии, получить в горячем виде. И включить блендер, добавить немножко воды, чтобы было перемешивание. И вот эту вот полувязкую такую вот массу включить на 7 минут. За 7 минут температура 1 литра супа, будущего супа, вот этой вот жидкости, которая превратится в суп, поднимется на 70 градусов, до 70 градусов. Да, тоже рецепты, тоже идея. Интересно. Да, то есть это, конечно, не по-сыраечески, но кто-то ведь просто на регитарянстве или просто здорово бы с жизнью ведет. Ну, в общем, да. По крайней мере, до, там, чуть меньше, там, до 60 уже сохранит человек, по крайней мере, минералы. Да. Пожалуйста, 6 минут будет до 60. Возвращаемся к двигателю. Разница еще модели HC от HP, то есть HC коммерческая, чуть дороже с двумя стаканами, заключается в гарантии. У одной модели это 3 года HP, у HC коммерческой это 7 лет. Почему? Если двигатели у них одинаковые, различия там в 50 ватт. Два стакана для этого, наверное, и делается, что нагрузка-то снимется. Нет, здесь очень просто. Я своими глазами при посещении завода Lequip в Южной Корее, в городе Сеул, у них в центре офис находится, мне показали, как, в чем разница. У них тестируются блендеры, и каждый двигатель проходит тесты. Тесты, которые замеряют на специальном оборудовании с диаграммами. Те, которые проходят тесты идеально и показывают нормативы лучше стандартных, их перемещают в коммерческий аппарат. Те, которые дают легкие там отклонения от нормативов, заявленных для коммерческой техники именно, тех ставят в стандартной HP модели. Поэтому 3 года гарантии на двигатель на HP и 7 лет на HC. И еще один момент. На HC стоит специальный кожух, шумовиброизоляционный кожух на двигателе. На фотографиях это тоже очень подробно можно рассмотреть. Он такой черного цвета и закрывает двигатель. Во-первых, корпус двигателя, в отличие от многих моделей, хоть и очень дорогих это витамин Субонтеков, он металлический. Корпус двигателя, вот то, что вы видите белого цвета, светлого так вот, он из алюминиевого сплава. Если по нему постучать, вы это поймете. Это не пластик. Второе. На HC моделях стоит шумовиброизоляционный чехол, который очень качественно защищает от шумов и дополнительных вибраций. То есть, он значительно тише. И третье, мое личное заключение. Это самый тихий профессиональный блендер из всех, которые я видел. А я ездил и в Германию, и в Америку, и в Южную Корею на выставках специализированных, таких как Biofac, таких как название просто уже забываю. Это вот в 2014, 2015, 2013 году я был. Я слышал и шумометром специально замерял, сколько децибел на профессиональном блендере. Они потому что очень шумные, как вы знаете. Вот этот блендер самый тихий. Самый тихий. Вы знаете, я скажу так, что если даже есть какие-то еще преимущества, которые там вы скажете или там забудете, но они все равно какие-то еще есть, понятно, что по мелочи может еще что-то набежит. Я скажу так, просто вот давайте прям не могу вытерпеть и сказать такое по нему резюме. Потому что я скажу так, что прям не хочу называть тех... Ну, просто я переполню неких чувств, потому что на самом деле от добра, говорит, добра не ищут. Хорошая пословица. Так вот, если кто-то хочет, да, дорогие друзья, новый блендер, нормальный, и уже вот себе сказать, все, я понял, когда мне будет нужен, я знаю точно, что мне покупать, и у меня уже голова не будет. Я всегда рад. От таких мыслей, лично я всегда очень рад от таких мыслей, когда я себе записываю, ставлю как бы галочку напротив того, что или сейчас я знаю, мне надо, или потом завтра, но вот какой-то предмет, вещь там, не знаю, там и тогда изделие, то если я знаю, что я точно уже знаю, что вот это, например, ну скажем, вот для эко-отеля я буду там, мне будут сейчас делать из био-конопли, из био-конопли, вот как это называется, не плеты, а покрывало, да, там на кровати, и я знаю, что это супер, потому что это экологично, это энергетика мощнейшая, это там, ну там, и я не буду про эзотерику и прочее, в общем, со всех сторон, вот как здесь мы поговорили, это только плюсы. Ну там, правда, цена, конечно, по био-конопля, это ясно, что не какой-нибудь там хлопок или там, тем более, химический, да, вот, но зато это как-то там, здесь же, ну, слушайте, в два с половиной, в три раза дешевле в этом миксе, более, то есть, менее шумный, двигатель, ну, пусть, допустим, он и поменьше послужит, но, извините меня, там, те же 20 лет, пусть даже 15, там, при очень там сильной эксплуатации, это как бы более чем, в-третьих, он быстрее гораздо изготовит, измельчит, там, считанные секунды, это я даже вижу, это просто я, как вот, я я же не угадывал, а просто понял по тому, по внешнему виду, по ножам, то есть, гениально все продумано, я не знаю, что там еще лучше можно сделать, это уже как бы и не нужно, мне кажется, лучше ничего, ну, там, материал стакан, так, супер прочный, ножи отдельно откручиваются, если уж что, там надо, и плюс еще такой халявный просто подарок, когда, извините, 27, ну, слушайте, там не просто второй, да, 27 500 и 29 900 на 10 процентов дороже, но, извините, вы получаете уже, плюс, не только второй стакан, так ведь еще и гарантия не 3 года, а 7 лет. Да, и более тихую-тихую работу из-за шумо-виброизоляции. Из-за специальной еще шумоизоляции дополнительной, плюс, ну, ё-моё, я считаю, что за 30 тысяч, вот эти 22 900, это просто сказка, то есть, я лично себе беру такое однозначно, вот просто, вот мое, потому что я, вот как я, мы говоря о соковыжималках, там, определенные, помните, сделал такой же вывод, когда речь шла не просто там, ну, еще подумать из двух вариантов там что-то надо, а когда просто нету вариантов, вот лично я считаю, что их просто нет, все, брать надо вот этот LB32HC, там, вот этот вот за 29 900 и быть радостным, довольным от этого приобретения профессионального блендера, и не надо больше, товарищи дорогие, рассматривать там какие-то там фирмы, морочиться и время терять, все, что еще нужно, как в этом фильме, Иван Васильевич, что же тебе еще надо с собакой, да ничего не надо, ладно, конечно, грубо, но зато немножко разрядить, а вот, серьезность, так сказать, наша. Я, если позволите, закончу буквально коротко, в полминутки минутку, да, о этом блендере, тоже подведя итог уже немножко более технически. Давайте. Значит, это самый мощный блендер в 2400 ватт и в эквиваленте 3,2 лошадиных силы, который существует для питания в 220 вольт. У него 7 лет гарантии и также 2 года гарантии на блок ножей и на стаканы. Никакая другая фирма не дает на ножи и стаканы никакой гарантии, потому что это будет зависеть от условий эксплуатации или от правильности работы клиентам выбора продукта и использования. То есть на этом блендере настолько они уверены в качестве японских ножей, в корейском этом блендере, что они дают даже 2 года на ножи и стаканы. Дальше. Блендер никогда не будет у вас гулять по столу, он будет очень тихо, потому что у него металлический корпус и в модели HC это еще дополнительный кожух на двигателе. Он никогда не будет перегреваться, даже если вы будете делать очень много и у вас там будет какое-то мероприятие, либо он будет использоваться в коммерческой цели. Все, что ему будет нужно, это чтобы у него было электричество и чтобы была жидкость на ножах, потому что через ножи он отдает тепло через жидкость. Она просто выкипает, если использовать часами без остановки. Идем дальше. У него 2 стакана, это очень экономично. У него доступная абсолютно, я считаю, для такого качества цена. Очень интересно. И это модель, которая выпускается уже 3 года, но ту, которую вы сейчас можете приобрести, она приехала к нам в сентябре 2015. То есть, это последняя модификация со всеми последними новыми доработками, с новыми щипчиками для того, чтобы можно было доставать, с новой системой откручивания ножа. И еще маленькая вещь, там даже в этот раз добавили разработку, это фиксация стакана. То есть, раньше стакан затягивался. Это тоже огромная разница от других квадратных стаканов. Они ставятся в пазы и летают, гуляют, их надо придерживать. Здесь стакан затягивается по резьбе. То есть, вы ставите стакан и затягиваете его в сторону. Там есть, конечно, магнитная защита герконовая. То есть, если он не установлен, он не включен, неправильно установлен, тоже не включен. Так вот, раньше он не фиксировался и там за 2-3 года эксплуатации мог раскручиваться, останавливаться из-за того, что срабатывали герконы. Сейчас последняя модификация сделана фиксатор стакана на двигателе. То есть, теперь я не знаю даже, что еще туда можно добавить. И ничего, что же еще-то надо? Если только бесплатную книгу рецептов в электронном виде, которую с удовольствием мы также предоставим. Здорово. Слушайте, ну я, конечно, действительно пропустил такое количество очень важных в завершении своем, так сказать, слове, функции. Вот хорошо, что вы это еще акцентировали. Ну, это просто я не знаю. Я больше ошарашен им даже, чем вот тем самым той соковыжималкой в разделе, который мы одношнековые вертикальные, где мы с вами, так сказать, вот в прошлой передаче обсуждали. Я, конечно, поражен. Да, во-первых, двигатель действительно такой мощности, с таким запасом, что, я полагаю, там служить он будет, может, и больше, чем заявленные, как бы так, 800 часов. Во-вторых, он, так сказать, измельчит такая мощь, такая сила за, там, не знаю, действительно, там доли секунды и секунды, ну, смотря, что там нальете. Уж это мне понятно. Ну, что ж, тем более он тихий, тем более он устойчивый, не надо прижимать рукой, там, всем телом, ё-моё, я не знаю, что ещё. Всё, значит, на этом точку для всех, я думаю, здравомыслящих людей поставили. Это просто надо брать его и не думать. Просто всё, всё, вопрос закрыт для каждого нормального человека. Теперь переходим, значит, как захотите купить, вот нажимаете, ну, понятно, купить, спокойно выбираете, ну, пользоваться сейчас умеет каждый сайтом, тут всё понятно. Куда заходить, как, мы ещё в конце расскажем. Теперь давайте перейдём к третьей, заключающей, скажем, третьему, вернее, разделу. Это блендеры, ну, их не совсем правильно называть блендеры, но будем их через дефис называть блендеры и измельчители. Миксер измельчители, да. Всё, передаю слово. Да, смотрите, ну, если честно, это моё название, которое я ввёл ещё лет пять назад и начал объяснять клиентам и в интернете с первой рекламы подавать, именно как миксер-измельчитель, чтобы было проще консультировать людей, в чём разница этих моделей, почему они называются по-другому. Потому что если называть их блендерами для сухих продуктов, люди будут путаться. Потому что это обман, он же не только для сухих продуктов. Здесь первое, что я посоветую, посмотрите подробное кино, что может делать этот аппарат от производителя. Есть такие фильмы, просто вы набираете в Ютубе, там, например, Ханил Титаниум и смотрите оригинальное корейское видео, где они показывают, зачем он был разработан, что они на нём делают. И поехали по мелочам, я вам уже расскажу от себя. Во-первых, опять же, есть огромное множество миксеров-измельчителей, которые отличаются от блендеров тем, что у них огромный стакан. Стакан у них обязательно будет металлический, потому что сухой продукт, он имеет свойство и царапать, и мять, и с пластиком ему лучше не работать, а металл он всё это дело сдерживает. И, кстати, это тоже один определённый момент, очень важный, почему на профессиональных блендерах никогда не будет стеклянных стаканов. Именно профессиональные, которые мы сейчас с вами закончили разбирать. Есть некоторые китайские модели под известными марками, не будем делать им рекламу, российскими марками. за очень большие деньги, очень большей мощностью, но со стеклянным стаканом. Мощность там, естественно, невысокая, но стакан стеклянный в профессиональном блендере никогда не будет использоваться, потому что удары продукта и внутри, они просто этот стакан разобьют, какой бы толщины это стекло не было. Либо отколупят, либо разобьют. Стекло никогда не выдержит таких перегрузов. Не используйте в профессиональных блендерах стеклянные стаканы. И нормальный производитель этого делать не будет. Так же, как и в миксерах измельчителях. Идём. Дальше, значит, это стаканы 3,5 литра. Это стаканы не воронкообразные, а просто круглой формы, чуть-чуть сужающихся снизу, может быть, для удобства установки ножей и закладывания и вытаскивания продукта. И это невысокая мощность. Я сейчас позже объясню, для чего. То есть, если мы обсуждали 2,2400 Вт для профессиональных блендеров, 200 Вт для мини-блендеров, то здесь это от 500 до 750 Вт. В среднем это 600-700 Вт всего. По оборотам это от 5 до 15 тысяч оборотов. И ножи имеют совершенно другую форму. Они очень длинные, имеют лезвие, которые смотрят в стороны. То есть, либо вниз, либо вверх. Нет, извините. Либо вниз в самом-самом дне, либо чуть выше в стороны смотрят, либо также выше, но немножко загнутые кончики вниз, для того, чтобы опять же создать эффект затягивания. Но ни в коем случае у этих аппаратов не будет смотреть ножи как-то вверх ежиком, как на ликуипе, потому что абсолютно другой принцип работы. Это, грубо говоря, мельница. Но не для муки из пшеницы, например. Потому что для этого, я думаю, у нас будет отдельная передача. Я расскажу про мельницы профессиональные, которые камнями это доробят любые зваки. И бабы, кстати, в том числе. Да, конечно. То есть, это у нас будет отдельная передача, потому что мельницы все-таки немного совсем, я бы сказал, даже другой уже аппарат. Это группа аппаратов. Мы про них поговорим потом. А сейчас вот, пожалуйста, расскажите, для чего человеку, если у него есть профессиональный, например, вот какой-то блендер? Ликуип, например. Зачем ему... Ну, во-первых, я хочу выделить, поделиться своим опытом. Из всех исключительно корейских производителей, я их даже не постесняюсь перечислить, это Шнил, Артмикс, Хюндайе, Нак, я выделил лишь один для тех, которые я могу посоветовать. То есть, соответственно, те, которые люди могут пообъяснить у вас. Для того, чтобы люди не путались в гигантском выборе аппаратов, я советую сразу самый лучший, и объясню, почему он лучше. Это Ханил Титаниум. Ханил – это фирма, модель называется Титаниум, HMF-3500TG, или просто Ханил Титаниум. Как вы слышите из названия, Титаниум подразумевает что-то титановое. Что же там титановое? Вот в этом аппарате он, опять же, модернизируется не первый год и дорабатывается. И вообще компания Ханил, она является самой крупной корейской компанией бытовой техники. Они работают уже больше 65 лет и обслуживают не только свою страну, но и Китай, и часть Европы. Так вот, что там титанового? В первых моделях Ханил Титаниум были титановые ножи. То есть, это гальваническое титановое покрытие. И в этом новом аппарате, который 3500 Ханил Титаниум, который я уже готов посоветовать, здесь уже не только ножи, но и сам стакан, и снаружи и внутри покрыт титановым покрытием. Я был в Южной Корее на очередной своей командировке, и меня любезно пригласила компания Ханил к себе именно на производство в этом году, не только в офис. И на производстве я видел, как это своими глазами делается. Кому интересно, можно это посмотреть в Ютубе, если надо найти. Ну, в двух словах, это очень такая большая, где-то в 3-4 метра высотой, огромная барокамера, которая в полном вакууме, то есть, с нулевым давлением, который очень сложно добиться, нулевое давление. Вы можете там вакуумщиком откачать 70% воздуха, но чтобы было ноль, это нужно гигантское оборудование со специальными насосами, которые медленно создают настоящий вакуум. Так вот, с нулевым давлением, такое вот оборудование, такая огромная камера с окошками, и если заглянуть в окошко, вы увидите разряды молний с помощью электрического. Есть такое, опять же, мы с вами эту тему знаем, не хочется в нее углубляться. Есть такой принцип напыления с помощью гальваники. То есть, когда подключается к металлическим частям, которые нужно микроскопическим, там в один, в два атома слоем покрыть другим каким-то металлом, например, нежавеющий сталь, сплав нежавеющей сталь, надо покрыть ионами титана. Подключаются разные заряды, и распыляется эта краска либо в жидкости, либо в газе, и она налипает настолько качественно, настолько мелко, что создается настоящее титановое покрытие, оно имеет такой золотистый цвет, и выглядит как будто это такое, знаете, бордовое, такое желтое золото. Зачем людям вот этот титан? Кто-то знает его свойства, кто не знает, коротко прибегусь. Титан, значит, не позволяет на своей структуре развиваться бактериям. То есть, даже та же самая нежавейка, она имеет хорошее качество прочности, долговечности, внешнего вида, она практически не окисляется, но опять же, если не поднимается температура, например, да, если температура поднимается, то нежавейка, она, в зависимости, опять же, от какой пробы, 304-316, она может окисляться, но титан, он и не окисляется, и имеет намного более сильный запас прочности, и при этом не даёт бактериям на своей поверхности размножаться. То есть, это идеальное покрытие для любой бытовой техники, которая из металла состоит. Легче моется, опять-таки, не так пристаёт к нему. Да, да, там вообще ничего не липнет, это, знаете, как будто как алмаз получается, то есть, структура, она уже не пористая, а гладкая. Да, да. Соответственно, зачем людям покупать миксер-измельчитель, если у них, например, уже есть этот профессиональный блендер или мини-блендер? Да. Очень просто. Я бы посоветовал, первое, настоящим хозяйкам его, потому что на нём идеально готовить соусы, которые не нуждаются в супер-миркодисперсном измельчении, а именно надо измельчить так, чтобы крупные какие-то фракции находились внутри. Это супы-пюре, которых можно готовить сразу в большом объёме. Ну, попробуйте, литровый суп приготовите, там, полтора максимум, вот в профессиональном блендере, и он будет настолько милко измельчён, что превратится потом в кирпич, потому что чем сильнее измельчаешь, тем сильнее вы, так скажем, при засыхании, затвердении продукт имеет большую плотность. Он превратится в кирпич, потом его ложкой не отковырять. Ну, это надо просто воды больше будет там изначально сделать. Да, и опять включать, и опять это всё, ну, это сложно. Здесь большая чаша, очень легко туда хоть двумя руками можно залезать, значит, ножи не поднимают температуру, но при этом, пожалуйста, можете работать с горячим. Если вы наливаете или кладёте сваренное что-то туда, вы можете работать с горячим, и вы можете, значит, заливать туда кипяток без каких-либо проблем, но работа ножей не поднимает температуру, потому что невысокая мощность, невысокий оборот. Для определённых целей это очень важно. Кстати, ещё хочу сказать, что здесь действительно окисления не будет, ну, практически, кроме соприкосновения с воздухом, это само собой. Но от металла не будет. От металла не будет. И главное, что ионы металла, вот это самое главное, в жидкость или в ту консистенцию тех продуктов, что вы будете в нём взбивать, не попадут вообще нисколько. Вот это безопасность. Это то, я вот очень важный аналог приведу, потому что мои зрители это знают, что вот тот самый антиоксидантный комплекс, который мы с моим, ну, товарищем уже, тоже производится он там в Корее, ну, там и в Гонконге есть предприятие, ну, в общем, тоже идёт, вот, кстати, по аналогии всё. Электролизная камера сама в Японии делается на фирме, которая медицинская, очень дорогая, серьёзная оборудование, потому что это безопасность. Это самые главные показатели. И там, когда ещё электрическими токами пропускаются при электролизе, вот там самый опасный момент, именно в этом и заключается, что если это сделано из нержавейки, я уж не говорю про алюминий, это каранты просто будет, это рак будет гарантированно. Вот, поэтому все эти белорусские, АП, там живая-мёртвая вода, вот, ну, не убивайте себя, не травите, там алюминий дешёвый, а если даже нержавейка, самая дорогая медицинская, то через неделю она будет с налётом, какую бы вы воду не использовали. То есть, дело, да, но дело даже не в налёте, это бог с ним с оборудованием, со здоровьем, главное, жалко. То есть, я имел в виду, что налёт, естественно, он даст свои частицы в воду, вы его выпьете, этот налёт. А поскольку там более серьёзные требования, всё-таки это вода, и в неё моментально, там, что называется, ионы металлов гоняются, то там не просто медицинский титан, который чистые пластины, литые, но там ещё как раз идёт обработка шесть раз чистой платиной. То есть, и вот это уже абсолютно, ну, тут понятно, какая платина это сколько бы стоила, да, поэтому там и стоят эти электролизные блоки 90% стоимости самого прибора. И поэтому, вот те вот эти вот, что там, 30, 40, 50, что-то там тысяч продают, это просто смешно. Потому что только в Японии, оптом, вот такой блок, который из шести состоит, например, пластин среднего размера, ну, не будем сейчас технить, он стоит там 800 и больше долларов там, если на доллары перевести. Так что, извините меня, плюс там сам аппарат, сборка там, перевозки разные на предприятии, таможня, прочее, ну, о чём? И люди ведутся на это, но это здоровье. И здесь, конечно, эта аналогия такая, она очень, кстати, тут уместная, но здесь, безусловно, не в такой степени важно, как вот с водой и с электролизом процесса воды, да, вот, но тем не менее, безопасность, почему я тут и подчеркнул это, это крайне важная вещь. Здесь просто ещё какой момент, нет смысла сдавать платиновое покрытие, по сути, оно не намного, например, было бы дороже, потому что там атомарное идёт покрытие в несколько атомов, поэтому на каждый аппарат не так много бы платины использовалось, но здесь платина, она мягкая, и, к сожалению, когда вы будете готовить, со временем вы эту платину, со временем съедите, титан, он у себя впрочный, поэтому в ваших аппаратах платина идеальна, а всё-таки в бытовых, где идёт прикосновение с продуктами, тем более, тут же механическое идёт, частички всё равно двигаются. Да-да-да, конечно, поэтому титан это идеально. Титан это идеально, нет, тут и нет смысла никакого, нет. Ну, что я могу сказать ещё, это не самое главное, я только с этого начал, да, что домохозяйки, производство соусов, супов, пюре, не с таким сильным измельчением, зелёный коктейль, на них тоже можно приготовить, но опять же, придётся покрутить там, да, минуты 4-5, чтобы получше измельчилось, те же самые там пол-литра, это травки с водой, и не так хорошо со мной будет, как на профессиональном, но зачем я лично использую? Да. Это, для меня лично, это незаменимый аппарат, любой миксер-измельчитель, естественно, ханилтитаниум будет в идеале, для меня это для работы на дегидраторах, я очень люблю дегидраторы, это тоже у нас будет отдельная тема по ним, я думаю. Да. И зачем это надо на дегидраторах? Зачем этот аппарат вам, если у вас, например, уже есть тот же самый там, ликуип профессиональный? Зачем? Потому что ликуип, когда вы туда положите лён, когда вам надо произвести, например, льняную муку в объёме, например, целого килограмма, вам не получится это сделать, потому что лён выделит масло и залипнет на стенках, и вы потом полуизмельчённую массу никак не сможете приготовить какие-то котлетки, какие-то хлебцы с добавлением муки из льна или из другого продукта, из орехов, например, из любых. Так вот, любой орех, наханилтитаниум, даже если вы закладываете туда сразу полкило этих орехов, он превращается в муку, без выделения масла и превращается буквально за 30 секунд. Дальше что можно с этим делать? Вы смотрите в интернете либо на свою фантазию рассчитываете и готовите либо злаковые, либо бобовые, либо ореховые муку, добавляете в любые свои рецепты для производства хлебцев, либо котлеток, либо каких-то полосочек на дегидраторах. То есть, туда добавляется жидкость. Сначала, например, вы измельчили орехи, потом вы добавили туда каких-то фруктов или овощей, специй немножко, замесили такую массу. Тесто, конечно, я не советую на этих аппаратах делать, они не для этого рассчитываются, но тесто, которое можно потом кисточкой намазать, получить такие вот хлебцы на дегидраторе, это идеально, просто идеально, потому что 3 литра такой большой объем мне хватает на половину большого дегидратора, либо на целый стандартный дегидратор. И я считаю, что это незаменимая вещь, в том числе и для пастилы, например, потому что я делал пастилу на профессиональном блендере, измельчал яблоки и добавлял там корицу себе, специи разные, выкладывал потом, значит, на силиконовые листы дегидратора, сушил. И то же самое делал на ханеле. Та пастила, которая производилась на профессиональном блендере, настолько сильно была измельчена, что когда высохла, превратилась в такие бетонные тоненькие плиты. И я чуть зубы не поломал, честно скажу, скушал, конечно, но тяжело было. Так вот, когда идет мел, более мелкое измельчение, продукт, плотность такой сильной поисушки не имеет. И, соответственно, намного легче его кушать и приятней. Да, да, объективно, все правильно. Да, действительно, и это, пожалуй, я думаю, будет номер один такое преимущество, ну, по крайней мере, для тех вот веганов-сыроедов, кто... Да, кто начинает дружбу с другой техникой, такой, как дегидраторы, например. То есть, открывать для себя такую разнообразную, назовем ее так, сыроедческую кухню и веганскую. А вот, допустим, если человек все-таки не относится пока еще к такому типу питания, ну, думает о нем, но, так сказать, вот все-таки привычно. Что еще для простого человека, то есть, какое преимущество или как может использовать данный аппарат? Обычный человек не сыроедный веганинец. Я понял вопрос, он абсолютно к месту, очень правильный. Значит, здесь в первую очередь также можно очень легко работать с мясом. Я, к сожалению, личного опыта не имею, но я видел, как на этой технике, на определенных кулинарных курсах мои знакомые работали и, например... А, фарш делают, да? Да, фарш куриный для куриных рубленых котлет делается за 3 секунды ровно. При мне положили полтора килограмма грудки туда, 3 секунды, несколько нажатий импульсных, у меня официально есть кнопка импульсного режима, несколько нажатий и готов фарш, уже можно было сразу его готовить, то есть, выкладывать там формы котлет. Но это из фарша вот такого легкого, да, если использовать там свинину-гаредину, там более жесткое мясо, оно имеет определенные живы, этот аппарат также легко справляется, но делает это за 12 секунд, 12-15. И фарш получается очень мелким. Не надо использовать мясорубку, да? Да, ну, о неприятном не будем, так сказать. Да, не будем, не будем советовать, но надо, чтобы люди знали, что есть такие возможности. Те, кто это, так сказать, уже поняли, по крайней мере, действительно, что это такое по сравнению с мясорубкой, ладно, не будем, конечно, говорить о профессиональном. Знаете, еще какой момент хотел рассказать, извините, что перебил, чтобы не забыть о функции. Мне часто звонили и спрашивали, Виктор, что вы посоветуете, мне нужно производить костную муку, костную муку. Я не знал, что посоветовать, но в итоге один из клиентов потом рассказал, что именно этот аппарат идеально это делает. То есть, из костей рыбных или из каких-то других очень прекрасно получается чистая мука и никакая мельница на своих жерновах это не сделает. Только вот миксер-измельчитель это смог. Слушайте, вот как. Хорошо, а я вот подумал вот о каком. Ду, допустим, человек там, или дети его еще, или там родители, ну, мало ли там. Значит, допустим едят, вот они, скажем, там варят какой-нибудь горох, там еще что-то, и потом хотят это просто сделать вот такую как там пасту или такой тот же крем-суп, но в принципе это можно в нем быстро и спокойно, я тоже думаю, сделать по большому счету. Это первое назначение на самом деле его. То есть, когда люди захотят увидеть видео оригинальное корейское от завода, от фирмы-производителя, они увидят максимально вот на этом видео именно супы и именно соусы, которые корицы ежедневно используют в своем рационе. То есть, сыпы и соусы это первое, для чего он разрабатывался. Супы, крем-супы и соусы различные. Потом уже идет измельчение бобовых культур, орехов и всех зваковых продуктов. То есть, без выделения масла до консистенции муки. Вот меня удивило, что без выделения масла, причем, как я понял, грецкий или фундук или там любой другой орех, если кидать, то вы говорите, будет типа такая, как порошковая пудра. Абсолютно верно. Обалдеть. А слушайте, а кидровый, например, орех? Да, без разницы. Я все пробовал. То есть, не будет вот это размазывание, вот это вот каши. Нет, не будет. Она будет сухая. Главное, лен, то есть, самая большая проблема у людей с солью. Ну, это по понятным причинам, даже его нельзя продезинфицировать, там, растворов каких-то, типа сморганцовка, из-за того, что он сразу слизь даст и как-то его потом взобьешь, в блендерах взобьешь. А если это сделать, сухой его сюда кинуть, то есть, люди сейчас мучаются на маленьких, пытаются это в блендерах взбивать. На кофемолках обычно это делают, пытаются. Очень маленькими объемами, по 30 грамм. А если вам это в дегидратор надо? Вот, вот. То есть, сюда можно засыпать аж килограмм сразу, грубо говоря, там, да, и за какие-то считанные секунды это получить вот крупку, да, то есть, такую как муку. Да, абсолютно верно, но, конечно, не надо сравнивать с той мукой, которую вы покупаете в магазине, которую вы видите, она прямо белоснежная. Это все-таки будет как песок. Но это абсолютно достаточно для работы потом с этим продуктом в качестве основы для дегидраторов, для рецептов. Если вы будете использовать чистую муку, вот продается там льняная мука, она прямо мука мукой, но вот если из нее что-то спечь в дегидраторе, там, до 40 градусов, понятно все, по-сыроечески. Нет, не совсем, не совсем. Она уже, поскольку была когда-то на производстве там измельчена, то там уже очень серьезные глубокие процессы окисления прошли. Да. Я здесь даже не хотел это поднимать, я просто хотел сказать к тому, что если мы опустим вот этот момент, и как будто бы у нас вот эта мука произошла правильным способом, хотя ее, конечно же, высушили на температуре, и без этого бы они ее не измельчили, да, то все равно вы получите продукт настолько твердый из этой муки в дегидраторе, что вы можете сломать свои зубы, иначе вам придется делать это в один миллиметр. То есть, невозможно. Чтобы сделать 5 миллиметров хлебцы вкусные, самые лучшие, пышные, да, как будто это вот действительно хлебцы, а не слойка какая-то хрустящая, надо использовать грубый помол, и это прекрасно делает ханил титаниум. Я вот сразу вспоминаю, опять коснемся Дэна Кора, нашего известного шеф-повара, вот американского, ну, скажем, у него сертификаты на одного из, там, буквально немногих, на вот эту сыроедную кухню, там сертификаты различные. Так вот, он действительно мастер, он чувствует ингредиенты, он молодец. И вот у него есть такие замечательные, прям, я не знаю, острые такие, но вот у него есть номер один, такие хлебцы, ну, аналогов, которым я ни у кого еще никогда не пробовал, в общем, действительно, он когда приезжает, я ему, Дэн, там сразу килограмма полтора, давай сделай мне. Вот, короче говоря, он это делает, понятно, в разных вайта-миксах. У него их там штук пять, да, там разных, любых. Вот, значит, ну, это понятно, там, значит, ну, очень дорогие и все. Но у него получаются, да, тонюсенькие, плотные такие. Ну, конечно, за счет того, что он их очень тонкие делает, просто это блендер, не совсем эффективная работа, ну, так сказать, в плане массы. Вот, но зато, да, он добивается, конечно, что у него там и легко, значит, ломается, и хрустенький, плотный при этом, но это, как говорится, опять-таки, и профессионал, и работа такая больше. Это, если нужно, чтобы было тоненько и хрустенько. Мне, например, тоненько и хрустенько, это, ну, мне лично сделать это легко. Чтобы, у меня просто есть своя книга рецептов на дегидраторах для сыроеда. Там около 70 рецептов, и я стараюсь там сделать не тоненькие и хрустенькие, потому что ими не наешься, их надо очень много съесть, получится. А я хочу сделать максимально плотные и приближенные к стандартному хлебу, чтобы люди даже не имели... Для этого надо, чтобы между молекулами, ну, во-первых, были достаточно крупные фракции. Да. И воздух. Конечно, конечно, совершенно правильно. Ну, кстати, а насчет вот этой книги рецептов, она как-то, так сказать, ее как-то люди могут увидеть, получить там или как это? Моя личная книга рецептов на дегидраторы, она сейчас в издательстве. Я, если честно, не успеваю дорабатывать с издательством там некоторые юридические моменты, но я предполагаю, что она будет где-то в марте 15-го года уже выпущена. 16-го, да. Ну, я понял. Ну, отлично. Это как бы тоже будет интересно, здорово, я думаю. Я думаю, что своим клиентам и вашим эти книги надо будет дарить, потому что, честно говоря, ну, вот не хотелось бы, чтобы это покупали. Ну, давайте тогда, да. То есть, у нас все равно клиенты наши будут оставаться в базе. Все, кто купит разные кухонные, так сказать, комбайны, там, блендеры и прочие, там, дегидраторы, неважно что, мы им, наверное, обязательно вышлем, как она выйдет. Да, хотя бы в электронном виде, да. Этого будет достаточно и оно останется с вами навсегда. Отлично. Будет такой дополнительный подарок. Так. Ну, что ж, тут тоже, значит, варианты, как говорится, понятные. Назначений видов использования много. Я вижу сразу это у себя. Где? Ну, в первую очередь, на производстве, где мы там что-то делаем. Во втором, вот в эко-отеле, где на кухне, естественно, тут уже и объем, и быстрота тоже. И долгоречный. Ну, это вообще, так сказать, я даже не знаю, теоретически тут, как говорится, тоже речь идет про десятки лет. Вот. И, в общем, чему тут ломаться? Ну, и опять-таки, от добра, добра, и все. Великолепно. То есть, я считаю, мы тему блендеров вообще-то проработали изумительно. теперь человек по любому своему надобности, назначению, там, вариантам использования, что ему лично надо, да, там, или в перспективе будет надо, там, знает, потом человек сразу поймет, что нужно его друзьям. Если он хочет подарок, например, сделать, там, на Новый год, или, там, на какие-то праздники, дни рождения своим друзьям, близким, родителям, там, детям, наоборот, то, зная их пищевые, так сказать, пристрастия и, в общем, тип питания, будут знать и точно сориентируются, что именно они теперь уже будут знать, какую модель выбрать. Достаточно посмотреть нашу с вами, вот этот диалог сегодняшний, и любой человек выберет для себя тот тип аппарата для измельчения, который ему нужен в быту, либо на производстве. Совершенно правильно. Причем, при том, что цены недорогие, великолепная гарантия, техническое обслуживание, честная, в общем, порядочная работа, я в завершении, так сказать, перед тем, как мы последний, значит, ну, в момент, скажем, как это все можно заказать, быстро, вкратце, не будем говорить подробно очень, потому что в первой части своей встречи мы, говоря о соковыжималке, в конце рассказали крайне предельно подробно, что любой человек, ну, там, сто процентов поймет сразу и все правильно сделает по оформлению заказа, там, как получить, все будет понятно. Что касается, в завершении, можно сказать людям, нашим зрителям, уважаемым, что это была вторая наша встреча, в перспективе у нас в ближайшее время будет третья часть, третья серия, мы коснемся дегидраторов, постепенно, я думаю, еще за две встречи, передачи, мы коснемся и все остальные, остальные типы, виды, мельницы, мельницы, там, вспомогательные какие-то на кухне элементы, там, ну, и, в общем-то, все остальное, что может пригодиться на кухне, да, кстати, особенно, кстати, в зимнюю пору будет интересная передача о проращивателях и системе выращивания, только хотел сказать, да, проращиватели, это раз, не, нормально, ничего, это да, и еще, знаете, что вакуумные упаковщики, это отдельная тема, я с удовольствием поделюсь всеми, всем своим опытом, и расскажу о новинках, которые Россия только в 16-м году увидит, в начале 16-го, новейший аппарат, без единого электричества, как будет в вакуумные упаковщики работать. Значит, вот это, дорогие друзья, я думаю, вот вы, кстати, в своем резюме в чатах, там, под данным роликом, да, в Ютубе под данным роликом, во-первых, ставьте, как говорят сейчас, лайки, то есть, нравится вам, понравилась ли наша встреча, передача, хотите ли вы новых серий, я считаю, что Виктор просто, ну, очень высокий уровень профессионал в своем деле, причем он это любит, он, видите, тут уже, все ли, так сказать, делают вот книги с рецептами, я уж это, ну, в общем, что там говорить, все это видно по тому, как и что человек говорит, рассказывает, а это самое главное, то есть, чтобы это было не просто, там ведь заработка и все, конечно, деньги, это любое дело, но в идеале, конечно, оно должно приносить радость человеку, и вот тут как раз, в данном случае, мы видим именно такой классический вариант, это прекрасно, и поэтому, во-первых, и доверие, во-вторых, тут даже дело не только в доверии, а просто в тех объективнейших критериях, которые вы так подробно объяснили, я с своей стороны, прям вот, очень благодарен, потому что я это в первую очередь воспринимал, и как потребитель сам, вот, для моих целей у меня в своей голове, как говорят, свои мысли, для чего и как мне, что нужно использовать, я, например, для себя даже не мог удержаться от, как сказать, сказал, вот, и для других, возможно, это будет тоже выбором, альтернативным, ну, таким же аналогично, потому что, в принципе, это логично, разумно, да и потом, зачем платить за марки, там, безумные деньги, когда мы действительно, ну, слушайте, ну, а что я от этого получу, на такую, там, в два-три, извините меня, я лучше куплю, там, два еще другие, там, дегидратор, еще что-нибудь, там, чем куплю один от Витамикс, ну, зачем, вот, так что нет никакого смысла, я считаю, и средства надо правильно рассчитывать, экономить, а потом, зачем, если лучше, в принципе, дешевле, надежнее, и технологически, более совершенно, самое главное, оно должно бы стоить дороже, по сути, но корейцы, люди не жадные, а поставщики, ну, здесь как повезет, мы, как поставщики, не жадные. Тоже, тоже вот хотел сказать, что действительно, дорогие друзья, еще что хочу подчеркнуть, вот эти действительно марки, которые, в принципе, эксклюзивно, да, вот, поставляют, Виктор и его компания, да, из Южной Кореи в Россию, в принципе, как бы можно, при этих явных преимуществах, даже относительно других корейских, там, производителей и мировых, да, можно было бы продавать гораздо дороже, и покупали бы, но тут... И покупали бы, и проводили эксперименты, что покупают, но, честно говоря, нету той политики, нашей компании, значит, чтобы заработать денег побольше, с каждой, с каждого клиента, мы больше развиваем дилерские сети, и очень приятно, что ваша компания стала нашим официальным дилером, и теперь ваши клиенты смогут также приобретать и пользоваться высококачественной техникой, которую мы с вами сейчас им осветили, и самое главное, спасибо, что вы помогаете сделать концентрированный выбор, значит, на определенные аппараты, потому что техники очень много, и человек иногда просто даже отказывается от покупки просто из-за того, что не может выбрать. Абсолютно, ну, просто вот вы правильно, я по себе это знаю, вы подтвердили, как, как говорится, профессионал в этом деле, что практика это и показывает. А все, а я, знаете, как я через себя все всегда провожу, потому что, в принципе, показывает практика, что так оно всегда на 100% бывает, да потому что я человек просто вот логики, и зачем мне что-то там мучиться, думать там, действительно, проще всегда так любому человеку сказать по совести, по чести, что вот, ну, действительно, нельзя же купить 10 разных, зачем? Один нужен мне, а что значит это значит? Это значит, что оптимальные должны быть все параметры, удобство там эксплуатации, дешевизна, ну, относительная, но главное не то, что я готов купить подороже, но если это объективно за что? Конечно, я всегда, кто не заплатит 2000, он как было там 700 лишних за то, что он получит аж 2 стакана, более надежный там, значит, защитный чехол, более тихую работу, да, и 5 лет, и 5 лет гарантии в подарок, грубо говоря. То есть, ну, есть вещи, которые, как сказать, уму там, как говорят, вот непостижимы, здесь тоже будет уму непостижимы, если человек не выберет настолько, ну, фирма дает вот такую возможность, как маркетинговый, может, ход или что, действительно, за такую почти никакую разницу получить, ну, извините меня, там, огромную разницу на практике, что вы получите с этого там выгоду. Так что, действительно, благодарность и производителям, и вам, как их представителю. Соответственно, я думаю, наши зрители тоже и вас обязательно и поблагодарят нашей встрече, я надеюсь, будет, так сказать, положительно оценена, мы с вами это скоро увидим. Вот. Ну, и, пожалуй, теперь до нашей третьей встречи, да? До... Да. Пускай пишут в комментариях, какой следующий продукт, они хотели бы тип продукта, чтобы мы с вами обсудили, и мы с удовольствием найдем время, и вы, и я, и пообщаемся на тему либо дегидраторов, либо проращивателей, либо вакууматоров. Пишите в комментариях, и спасибо вам большое за сегодняшнее, за сегодняшнее наше интервью по всем типам блендеров. И моя вам огромная благодарность, и, дорогие зрители, до новых встреч. Всего вам самого лучшего.